В зале диагностического центра нет свободных мест. Дети пришли в медицинское учреждение не на прием к врачу, а для того, чтобы увидеть необычное шоу. Профессор Олешко дает благотворительное представление для семей, пострадавших от наводнения. Программа не только развлекательная, но и полезная. Детей приобщают к науке. Физика и химия – это не просто учение о жизни на необходимые знания. В преддверии учебного года кто-то пойдет в пятый класс после начальных классов и начнут только изучать физику и химию, но уже у детей будет интерес, то есть уже будет мотивация. Ну и, соответственно, помимо детей, может быть, и учителей это подтолкнет к тому, чтобы как-то разнообразить обучающий процесс, чтобы детям было интересно, потому что будут задавать вопросы, а вот я видел это, а вот было так, а покажите нам и объясните. Опыты с жидким азотом, яхревые пушки, ледяной взрыв. Ребятам рассказали про углекислый газ и что с ним происходит под давлением. Показали свойства полимеров и наглядно пояснили, что такое изотермическая реакция. Раз, два, три. Очень интересно, особенно с жидким азотом было интересно. Он прохладный, хоть у него и очень низкая температура, но он прохладный, не то чтобы сильно холодный. Понравился очень про зубную пасту для слона. Я дома типа такого делала, только это был у меня как бы вулкан. В команде профессора – режиссер, консультанты в области химии и физики, актеры театра и цирка, мастера светового и звукового оборудования. Яркое представление интересно не только детям, но и взрослым. Очень интересно, познавательно, новые эмоции, впечатления хорошие, позитивные. Очень хороший получился праздник, большое спасибо всем организаторам. Экспериментов существует очень много. Сегодня детям показали наиболее яркие и зрелищные. Маленькие зрители в восторге, приглашение на сцену и дети бегут на перегонки. И поехали! Браво, молодец! Час в компании актеров-химиков пролетел очень быстро. Расходиться дети не спешат. Ждут, а вдруг будет продолжение. Татьяна Смоленко, Сергей Кузнецов. Новости ОТН.